Тема нашего урока «Страна, где мы живем» на примере произведения Михаила Зверева «Осень в Казахстане». Сегодня ты познакомишься с рассказом Михаила Зверева «Осень в Казахстане». Ты узнаешь, какие изменения происходят в Казахстане с наступлением осени. Ты узнаешь, как использовать аналитическое чтение при работе с текстом. Как подбирать иллюстрации и картинки к произведению? Предлагаю тебе познакомиться с автором произведения, с удивительным человеком Михаилом Зверевым. Михаил Дмитриевич Зверев – народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии Казахстана. Родился 9 ноября 1896 году в Сибири. Известный ученый-зеолог и талантливый писатель-натуралист. Его книги – настоящая энциклопедия природы Казахстана. Большую часть своей жизни Михаил Зверев прожил в городе Алматы. Обрати внимание на значение некоторых слов и словосочетаний, которые ты встречишь в рассказе. «Трепещет» – значит дорожать. «Ущелье» – глубокая горная долина с отвесными неприступными склонами. Куропатка – это дикая птица, которая относится к семейству фазановых, отряду курообразных. Сибирские щеглы – это щеглы средней величины с небольшими белыми пятнышками под клювом. «Уныло» – значит тоскливо, грустно, мрачно. «Нудный» – значит скучный, надоедливый. При работе с текстом ты будешь использовать аналитическое чтение. Что такое аналитическое чтение? Аналитическое чтение – это чтение и переработка полученной информации, выделение ключевых слов, подбор цитат, составление схем, графиков и таблиц. А сейчас послушай отрывок произведения. Осень в Казахстане. Красивы в сентябрьскую пору леса в северном Казахстане. В них играют краски всех цветов радуги. Первыми наряжаются в золото белоствольные березы. Трепещут багряные листья осин. С каждым днем в осеннем лесу прибавляются краски. Сначала почти незаметно роняет свой наряд береза, осина, рябина, а затем начинается дружный листопад. Октябрь – пора листопада. Оранжевые, бурые, красные, желтые листья падают на землю, как живые шуршат под ногами. Самый длинный срок листопада у березы – два месяца. А как чудесен букеты из осенних листьев. В октябре между нудными осенними дождями вдруг проглянет чистое небо, и лес весь вспыхнет под лучами яркого солнца. И полетят по лесу серебряные паутинки. Они несут в себе покрохотному молодому паучку. Так по воздуху они переселяются на новые места. На юге Казахстана еще тепло. Но простились с озерами и реками чайки и тронулись на юг. В конце месяца заканчивается массовый перелет гусей и уток. В горах Тяньшаня слышится рев оленей-моралов. В ущельях гор появились длиннохвостые снегири и сибирские щеглы. Значит, у них на родине, в Сибири, наступили холода. На севере Казахстана деревья стоят голые, притихшие. В лесу на черной земле далеко видны белые кочки. Это зайцы-беляки и куропатки надели зимний наряд. Но снега еще нет, и они боятся показываться в открытых местах, ведь их легко заметить врагам. Всюду пустынно и уныло, поля опустили. Пришла настоящая осень, дождливая и холодная. Подумай, какие слова помогают нам ярко представить осень в Казахстане. В данном произведении очень много слов, которые помогают нам ярко представить осень в Казахстане. Например, краски всех цветов радуги. Оранжевые, бурые, красные, желтые листья. Чистое небо вспыхнет под лучами яркого солнца. Серебряные паутинки, длиннохвостые снегири и сибирские щеглы. Деревья стоят голые, притившие. Всюду пустынно и уныло, поля опустили. Аналитическое чтение предполагает умение полно и точно понимать текст произведения. Подумай, как начинается листопад. Какие строчки рассказа объясняет нам это? Проверь себя. Сначала почти незаметно роняет свой наряд береза, осина, рябина, а затем начинается дружный листопад. Аналитическое чтение дает возможность читателю ориентироваться в тексте. Помни, для чего нужна иллюстрация? Иллюстрация нужна для того, чтобы лучше понять содержание произведения. Посмотри на иллюстрации и определи, какая иллюстрация подходит к рассказу Михаила Зверева. Вариант А, вариант Б или вариант В. Проверь себя. Правильным ответом будет иллюстрация под буквой А. Красивы в сентябрьскую пору леса в Северном Казахстане. В них играют краски всех цветов радуги. Первыми наряжаются в золото белоствольные березы. Трепещут багряные листья осин. С каждым днем в осеннем лесу прибавляются краски. Наш урок подходит к концу. Сегодня ты познакомился с рассказом Михаила Зверева «Осень в Казахстане». Ты узнал, как использовать аналитическое чтение при работе с текстом. И как подбирать иллюстрации и фотографии к произведению. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...